Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Наши коллеги едут на этой неделе в Китай на производство, чтобы уже финализировать конечный продукт Сделали мы не только умная шейника, а еще и его друга, напарника, камеру, мобильное приложение и весь багет Над ним работало сразу 4 отдела, и это очень круто иметь все эти отделы в нашей компании с точки зрения минимизации времени на общение, на коммуникации друг с другом. Инфраструктура, как все устроено. Есть мобилка, на ней крутится АПА, связанная с Bluetooth, с ошейником. Ошейник, в свою очередь, связан с камерой, и все они общаются через веб-сервис, с поджестом к каналу, в том числе и камера, то Wi-Fi общается с веб-сервисом. Камера стримит не все время. Можно настроить автоматический стриминг по детектированию лая или по передаче к команде с мобильного телефона. Также камера может либо сохранять это на флешку с последующей командой с мобилки для того, чтобы передать на сервис, либо постоянно стримить видео. Какие технологии мы используем? Все крутится на Embedded Linux-системе с использованием G-Streamer-фреймворка для медиа-стриминга, с использованием стандартных Linux-демонов под Wi-Fi. Производитель чима предоставил SDK. Поддерживаются основные режимы коннекта до 10 сетей. Конфигурация сетей передается с мобилки через ошейник на камеру. По облой. Какие трудности у нас были с BLE? То, что технология в Linux довольно сырая. Поддерживается на тот минимальный функционал, как advertising, connection, security-соединение. И есть былы-сорцы. Есть минимум документации. И достаточно времени затратно, трудоемко. Именно поднять даже стандартные вещи для того, чтобы все работало в Embedded Linux-системе. Хотелось бы дальше продолжить с хардом. Начали с камеры, перейдем к ошейнику. Сейчас все будет, нам обещают. Будет. Также и мы обещаем нашим project-менеджерам. Сейчас все будет. И это наше шейник. В проекте использовались различные технологии. Периферия, световые, звуковые термосенсоры. E-IM дисплеи, разрабатывая для них собственные шрифты. NFC-считыватель, эмулятор карты. И GPS-приемник. Зачем нужен GPS-приемник? Отслеживать координаты, но также реализовать геофенс. Геофенс – так называемый виртуальный забор, который контролирует, где же находится собака, куда она перемещается, куда она должна идти и куда она не должна идти. Если собака идет не туда, куда надо, хозяин собаки об этом узнает. Но также идея заказчика – как-то предотвратить перемещение туда, куда не надо идти. Заказчик предложил использовать электрошок. Мы выпучили глаза, спросили наших тестировщиков, готовы ли они к таким жертвам. Они не захотели, поэтому мы увидели заказчика вместо электрошока использовать ультразвук, который также эффективно может влиять на поведение собаки. Тестировали бы на собаках, а не на тестировщиках. Да-да-да, но… Тестировали бы на протоколы подписывать не умеют. Да, хотелось бы… Следующий слайд. Перейти на следующий слайд и поговорить про тоже BLE-технологию. Bluetooth Low Energy очень популярная, все ее девайсы в основном оснащены. Bluetooth Low Energy уже не стандартный Bluetooth, да, время Бонда. Другие требования, другие протоколы. И в чем наша фишка? Мы используем камеру по ее, в принципе, основному функционалу. Она анализирует картинку. Это QR-код. По QR-коду передается тот ключ, out of the vent, который необходим для установления секьюрного коннекшена с телефоном, с ошейником. Был веселый момент, то, что какие данные мы будем передавать по BLE. Хотели передавать сердцебиение, но оказалось, что для этого необходимо побрить собаку. На волосатой собаке ничего не работало, поэтому также отказались от этой идеи, потому что брить собаку не каждый захочет. Если связь на близкие расстояния реализовывалась в предусловленной технологии, то связь глобальная и реализовывалась в GPRS-технологии. Для этого мы использовали Emetatim, встроенная симка. Устройство имеет возможность удаленной прошивки. И сразу хотелось бы упомянуть про то, что 2G в США постепенно изживает свою жизнь и приходит на смену те технологии, о которых говорили до нас. Они начинают свое развитие в США. К нам пока что еще не пришли в том объеме, который необходим для конечного продукта. И не забывайте про это. Когда мы обратились к нашим операторам по поводу Emetatim-технологии, оказалось, что они об этом не слышали, не могли нам помочь. Пришлось быстренько искать поддержку международных операторов, позвонили в Австрию Телеком. Они уже наладили этот этап, помогли в короткие сроки приобрести все, что нам надо, предоставили тарифный план. И мы успешно заимплеметили и затестировали Emetatim-технологии. Спасибо, Австрию Телеком. Ну а теперь, что за зверь, нам расскажет Дмитрий Камельков, АВС-левод. Всем привет. Меня зовут Дима. Я буду рассказывать про интеграцию нашего ошейника с амазоновским облаком. Как это происходило. И с какими вызовами, собственно, пришлось встретиться. Кто занимался АВС-АОТ-технологией в этом зале? Реально. С реальным устройством. Да, штука довольно новая. Она была выпущена в публику где-то в декабре 2015 года. И не так много можно сейчас встретить разработчиков, которые занимаются этой технологией. Но что она в конце себя представляет, я расскажу, конечно же. Это сервис, который позволяет интегрировать ваши вещи в интернете. Сервис имеет компания Amazon. И позволяет управлять этими вещами. Позволяет все это работать через очищенное соединение. При этом очень легко система масштабируется до невероятных масштабов. То есть можно как работать с лампочками, так можно работать с огромной сетью невероятно сложных устройств, с метабайтными данных. Amazon обещает, что все будет работать хорошо. И для того, чтобы это все работало хорошо, Amazon предоставляет SDK для различных платформ. Как вы можете видеть, эти платформы могут использоваться как для работы непосредственно приложений, сервисом Amazon, интернет вещей, так и непосредственно со стороны самих вещей. В нашем случае, в нашем случае, в нашем мошеннике, мы используем стандартный дизайн, наш классический, когда мы используем операционную систему раннего времени на маленьком микроконтроллере. Используем, у нас очень мало оперативной памяти, это не Linux, это обычный, обычный маленький процессор. Код написан на C или на C++. Но дело в том, что компания Amazon сама по себе является таким монстром, все про него знают. Amazon – это монстр. И они мыслят, конечно же, очень глобально, такими-такими большими критериями. И что получается? Когда мы столкнулись с их SDK на нашем маленьком устройстве, то это выглядело примерно вот так. Нам пришлось изрядно походить, чтобы заставить это все работать. И мы как раз и расскажем о том, что именно, с какими из проблемами мы столкнулись. И даже больше того, подходите к стенду, к нашему стенду SoftTech, мы вам расскажем про другие вещи, которые не указаны в этой презентации. Кратко о том, что из себя представляет, собственно, Amazon IoT. Каждая вещь в интернете, с точки зрения Амазона, представляет собой некую тень устройства. Это слепок текущих параметров, которые запрашивает внешний сервис, какое-то приложение, например, мобильное приложение. Устройство передается на выполнение команды. Это некое запрошенное состояние. Это может быть параметры, либо набор данных, либо еще что-нибудь. Это запрошенное состояние вычисляется на основании разницы текущего состояния устройства и запрошенного состояния. Таким образом, минимизируется объем данных, которые можно передавать. И экономится батарейка, экономится трафик. Всем хорошо. Устройство, приняв данные, обязано их отработать и ответить обратно в сервис, передать актуальное свое состояние. Все круг замкнулся, и наше приложение в курсе того, что происходит в стене устройства. Такая схема позволяет реализовать в том числе общение с устройством, которое находится оффлайн, потому что сервис работает с тенью устройства, и синхронизация происходит, когда устройство выходит онлайн. В том числе, за счет того, что это все-таки Амазон, куча разных политик, сервисов, их можно соединять все вместе и подключать разные сервисы, типа там лябда функций амазоновских, на обновление данных, которые происходят с вещью, и, соответственно, реализовывать на сывании этого анализ, если кому-то требуется, либо выполнение какой-то функциональности, типа прихода куша, введомлений на мобильный телефон. Все это выглядит, конечно же, хорошо, всем все нравится, все это работает. Компания Амазон в классе, что у них бета-байты данных гуляют по сети, но, вы знаете, несмотря на то, что компания предоставляет свои СДК, все это должно работать прекрасно, и сейчас 2017 год, как бы время уже прошло старых мемов, но лучшего мема для этого у нас не нашлось. СДК Амазоновский для встроенных вещей использовать сейчас нельзя. Он не готов. Расскажем, в чем именно дело. Первая проблема – это невероятно высокое потребление памяти. Просто потрясающе. Но, правда, если вам нужно только мерять лампочкой, включить-выключить, то ваша команда, которая передается, между прочим, по протоколу MQTT с нагрузкой, это файл JSON, будет выглядеть очень просто, как представлено слева. Лампочка включить, лампочка выключить – все. Но, если вам нужно передавать, как наши мошенники, скажем, 400 GPS-координат, этот JSON-файл вырастает до приличных весьма размеров. И для того, чтобы его разобрать у нас на микроконтроллере, необходим парсер JSON-файлов. Амазоновский SDK использует этот парсер под названием Jasmin. Но, как любой парсер, даже несмотря на то, что он заявляется, что он мало потребляет ASU и так далее, необходимо ему хранить где-то метаданные для того, чтобы разобрать этот файл, чтобы можно было по нему потом прогуляться, вынуть нужные данные и положить параметры, с которыми можно работать в цифровом виде, чтобы он был представлен. И на первой итерации у нас потребление памяти доходило до 50% всей памяти нашего устройства. Мы даже не могли туда добавлять новую функциональность именно из-за этого ограничения. Что с этим делать? Мы избавились от парсера полностью, у нас его нет, и написали просто обход дерева напрямую, внедрили его в наш SDK, и вместо, скажем, 22 килобайт потребления только на координаты, у нас тратится всего 12 байта ZOO на то, чтобы разобрать этот JSON любого формата. Далее. Быстро. Сам формат JSON, который поддерживает SDK, он может быть любым, но SDK вам не разберет ни объекты, ни массивы, он может работать только с простыми данными, типа как вот команда на включение лампочки слева отображена. Если сложный формат вам нужен, когда вам нужно передавать массив координат, то это не работает. То есть вам придется тогда переобразовывать ваши координаты в список таких же простых параметров, типа координата 1, долгота координата 1, широта, и координата 400, долгота широта. Ваш файл просто не влезет. Он будет либо слишком большим, либо будет невозможно разобрать, либо будет тратить слишком много трафика. Либо это просто-напросто не заработает, и ваше устройство будет не способным что-то делать дальше. И что нужно было сделать? Мы добавили в этот SDK поддержку объектов и массивов, после чего наш дизайн стал гораздо более лаконичнее, и мы стали спокойно обрабатывать все данные, которые к нам приходят, и которые команды приходят, без каких-то проблем. И можно наращивать функционально соотносительно Amazon IoT и дальше. Плюсом ко всему, когда мы добавили поддержку массивов и объектов, добавился еще один плюс, который не очевиден сейчас, но я вам тоже расскажу. Несмотря на то, что Amazon IoT заточена на работе с многопоточной системой, та часть, которая реализует именно слепо устройство, работу с тенью, она не умеет работать в многопоточном режиме совсем. Несмотря на то, что также мы всегда добавляем команды, которые позволяют сделать безопасный обмен данными, чтобы у нас не было такого полусостояния, когда мы хотели нарисовать зеленое яблоко, и первая обработалась команда нарисовать яблоко, а красный цвет не успел обработаться, вместо красного яблока, точнее, мы нарисовали зеленое. Чтобы такого не было, необходимо предусматривать встроенные механизмы, их нет, мы сделали. Но, если не внедрять поддержку массивов и объектов, все равно сложные наборы данных нельзя обновить атомарно, что может привести к потенциальным проблемам работы устройства, недовольству клиентов. Это не было нашей опцией. Мы от этого избавились, и у нас есть неплохое, мне кажется, для этого решение. На текущий момент наша версия СДК является внутри, но мы его готовим для выпуска на публику. Мы хотим, чтобы люди этим тоже воспользовались на встроенных устройствах и радовались жизни, и могли создавать новое устройство будущего. Спасибо. А теперь поговорим еще про research and development. Мы его любим. Это, конечно, нелегко. Иногда сложно, а если сложно, значит интересно. В раках проекта реализовывали два функционала. Это распознавание собачьего лая и считали шаги четырех лап. Начнем с лая. Зачем нам лаять? Если собака лает, значит что-то не так. Значит, кто-то ее отбежает, значит, пробрался вор в дом, значит, хозяину не мешало бы об этом узнать. Хозяин может подписаться на нотификации, ему придет смс-ка, ему придет позвонят на телефон и предупредят, что собака лает. В лая также включается стриминг видео с камеры, и хозяин может в реальном времени видеть, что же происходит с собакой. Как выглядит собачь-лай, так выглядит собачь-лай. Нам необходимо тот поток звука, который происходит, приходит к нам сравнить с каким-то паттерном, с собачьим лаем, определить, что же это такое. И все это желательно делать быстро, не используя какие-то глубинные вычислительные ресурсы. Как происходила разработка и отладка, взяли видосики с YouTube, нашли собачий лай, и для начала прогнали это через частотный анализ, картинка справа, выделили тот диапазон частот, на который приходится максимум спектра, и уже целенаправленно искали в нем определение собачьего лая. Специально обученный ветеринар в команде записал нам лая разных собак, маленьких, больших, близкие расстояния, далекие, шумы. Мы выбрали нам необходимый самый чистый сэмпл, оказался сэмпл таксы, взяли его за эталон, и уже дальше прогоняли в соответствие тех звуков, которые имеем, тех сэмплов, сэмплов шумов. Слева мы видим картинку нашего выхода функции в зависимости от времени и коэффициента соответствия. Все запилили на мат-модели, все было прекрасно, алгоритм легкий, и самое время переносить на уже микроконтроллер. Тестирование на микроконтроллере также нам дало очень хороший результат. Естественно, 100% совпадение первая строчка с нашим лайом таксы. Маленькие собаки, 67% отвери, 46%, собаки на удаленном расстоянии, карьер, щенки, все, что нам надо, все определялось. И также, что прекрасно определялись и те звуки, как хлопки, шум телевизора, в том числе собачий лайф и шум у телевизора, гром, процент соответствия низкий, 17-25-27, выбрали нам необходимый порог, который нас удовлетворял, и этот легкий алгоритм прекрасно работает в тех условиях, в боевых условиях на МЦУ. Все прекрасно, все работает, но мы ограничены в батарейке, поэтому просто так взять и запустить алгоритм нельзя. Придумали лайфхак. Первый алгоритм – это детектор громкости, своеобразный триггер, который уже потом запускает более тяжеловесный наш алгоритм определения собачьего лада. Все сотрудники испытали лай на себе алгоритм, нагавкались, так сказать, на всю жизнь, и можем уже в продаже выпускать девайсы. Второй алгоритм, который ответственный я, приятно его вам сейчас рассказывать, основывается он на нашем опыте человеческого шагомера, умный браслет на стенде вайсб. Все прекрасно работало, потрачено много времени, поэтому заново пилить алгоритм было как-то неотелесообразно, и поставлена задача заимпровить его, подтюнить то, что надо, чтобы определялись шаги собаки. Сопоставим ли человеческий лай? Ой, лай. Человеческий лай собачьим точно не сопоставим, в принципе, как и шаги. Человек ходит равномерно, у него нет спонтанного желания повернуться и пойти куда угодно. Собака бегает, прыгает, голову прыгает рысью, все, что ей придет в голову, лишь бы ей не было скучно. Поэтому нам пришлось подогнать алгоритм и его характеристики. Сейчас пойдет видос, тоже с чего все начиналось. У нас есть трекер, который все записывает, и у нас есть камера. Мы нашли овчарку, прекрасная, добрая собака, постоянно куда-то бегает, что-то хочет. Идеальный кандидат на собаку, которая нам даст необходимые данные для анализа. Записав данные, записав видосик, мы пришли на работу и начали сопоставлять. Что же есть собачий шаг и данные на график, которые мы имеем. Человеческий алгоритм показал себя прекрасно, определял шаги собаки, но он не понимал, почему человек ходит так неравномерно и что с ним происходит. Пришлось подтюнить амплитуду наших данных, пришлось какие-то частотные характеристики менять. И мы добились двух главных вещей. Мы определяем, какой шаг собаки. Это голубь, хрустца, хрустцой бегает она. И подсчет самого количества шагов. В вижене у нас у собаки не 4 ноги, а 2. Например, только передние. И если она прыгает, то это уже не 2 шага, как можно подумать, 2 ноги, а 1 шаг. В ходе испытаний никто не пострадал. И алгоритм также себя прекрасно продемонстрировал на готовом продукте. Надеюсь, дальше пойдет. Не хочет кнопка «Работать». Еще раз. Я жмякаю. Не жмякается, но ничего. В итоге хотелось показать, какой же у нас вижен-проектор. Это продвинутый фитнес-трекер, трекер с видеонаблюдением, двусторонней связью. С ошейником можно синхронизироваться с профилем собаки. И как сверхцель у нас есть идея реализовать социальную сеть для собак, в котором уже можно будет не только лайкать, а лайкать лайк и реализовать коммуникацию. Про наш алгоритм была статья на mv.com, русскоязычный вариант DevBuy. и время подвести выводы нашего доклада. Не все IONT-фреймворки одинаково полезны. Будьте готовы кастомизировать, тюнить то, что вам надо под ваш конечный продукт, под ваши ограничения, под ваши условия. Техническое отставание, технологическое отставание Республики Беларусь. 2G технология, США уходит. На смену пришла LTE-M. Все перспективно, все круто, но тестировать, использовать, научиться и перенять этот опыт у нас тяжело. И, конечно же, только на нашем проекте мы общались поляки, итальянцы, китайцы, США, естественно, заказчик. наш совет в маркетинге подтягиваем English, он всегда полезен, всегда пригодится и поможет. Приходите к нам на стенд, кто еще не был, я надеюсь, все были, мы на входе, там много всяких ништяков, очки виртуальной реальности, играем в зомби-шутер, и наш стенд помечен, если кто не заметил, воздушным шариком. Почему именно воздушным? Потому что мы набираем сейчас команду для проекта с нас. многодерки ребята здесь меня тоже слышат, мы набираем команду для проекта с нас. Поэтому кому это интересно, подходите, узнавайте всю нужную вам информацию и давайте всю нужную нам информацию о вас. Па-па! Спасибо! Спасибо большое! Вопрос! Спасибо, Дмитрий Ян! Просто бесконечно! Спасибо, Дмитрий Ян! Спасибо за такой живой доклад! Скажите, пожалуйста, а как могла бы измениться работа вашей организации, если бы ваши сотрудники были в машине? В машине? Да! Ваши сотрудники бывают. Вы имеете в виду машины как Android? Ошейника! Ошейника! Я думаю, что все бы разбежались по-быстрикам. У нас очень свободолюбивая организация. Но с учетом Geofence, мне кажется, все бы были под контролем. Да, вы бы, конечно же, током пили. Здравствуйте, меня зовут Виталий. Если я ошибаюсь, летом прошлого года как раз-таки на ДВА я читал статью. Если я не ошибаюсь, Дмитрий, вы давали интервью, тогда как раз-таки про Ошейник. Тогда там, кстати, не было фичи с камерой. Возможно, мы просто не рассказывали. Ну да, это как бы не сильно связано. Вот. Так получилось, что я работаю в компании, которая занимается разработкой фитнес-трекеров для человека для крупной мобильной корпорации. И я знаю, сколько проблем у разработчиков с созданием шагометра просто для человека. И не могу не восхититься, как вы сделали для собаки. У меня вопрос по поводу оптимизации по разному размеру собак. Все-таки есть маленькие шицу, там, я не знаю, есть хаски, овчарки. Как вот вы работаете с этим, не знаю, профиль какой-то создается по размеру собаки или как? Для высчитывания шагов. Да-да-да. Спасибо. Ну, алгоритм тюнился не только на овчарках, так же и на маленьких собаках. Да, классифицировать как-то какие-то параметры под размер собаки, естественно, лежит в нашей идее. Сейчас та стадия проекта, на которой это не есть самая важная. И в перспективе, конечно же, заложено именно тюнинг алгоритма под размер собаки. Пока что оптимальный тот вариант, который нас абсолютно удовлетворял, тот алгоритм, который есть сейчас. У меня вопрос есть? Вопрос, несколько вопросов. Первый, про Амазон. Не слишком ли получается дорого? Ну, то есть, мы понимаем, что Амазон, я читал немножко о ней платье. просит деньги за количество реквестов. Понятно, носимых стоят много, соответственно, ни наклада не выходит. И еще за какой период времени вы там храните данные? Ну, то есть, тоже же жесткий диск и бесконечный. у Амазона бесконечный, но бесплатно не бесконечный. Вот, Какие вопросы? И еще. Если еще подходить, на стену пообщаемся, я отвечу на то, что есть. По поводу трафика, да, все общение происходит во протоколе MQTT и за каждое сообщение нужно буквально платить. Там у них есть какие-то тарифные планы, там за сколько-то миллионов сообщений платишь 5 долларов, например. А по поводу хранения данных, которые собирается с нашей вышейникой, конфигурационных или которые мы рекордим обратно на амазонский сервис, это хранение бесплатно. На каждое устройство выделяется каждая одна тень, может занимать размер до 8 килобайт, но количество теней можно создавать, насколько я понимаю, разработчиков и их ответы на форумах бесконечное количество. Никто не горит, что никто за это не платит. Платим только лишь за процессорное время, когда мы вызываем какие-либо лямбда-функции, когда у нас происходит обновление данных, когда у нас гэма-сетистка собирается, работа с базой, еще с чем-либо. Не за хранение не платится. Передача, процессорное время, все остальное. Не за хранение. Как часто теперь заряжать собаку? Как часто можно заряжать собаку? Над этим мы вопросом думаем. Есть много идей, как сохранить батарейку побольше. Мы планируем, конечно, чтобы это проработало двое суток в таком ненапряжном режиме. Но будем смотреть. Например, можно определять моменты, когда собака спит и выключать все. Если пошла, можно тогда включать все остальное и смотреть, что происходит дальше. Подходите к нам, пообщаемся еще. Прошу, спасибо за внимание. Какой вопрос. Устройство высокотеплоатрогичное и дорогое, да? Мы посмотрим самый худший случай, если подобрать собаку с браслетом. У вас есть ли реализация вот этих проблем? Если собака выпала, хозяин может, конечно же, отслеживать ее положение. Но если собаки сняли ошейник, что тут поделать? Если кто-то ее украл, то тут уже другой вопрос. это не подумано, реализация устройства? Не только вживать собаку на тошение, я не знаю, как по-другому сделать, извините. Извините. И одно, может быть, несколько вопрос, предложение. У вас, если собака это охрана, это охрана. Это охрана. А что, если у него отношение будет делать? Есть такие альфа-шокеры, которые выстреливают электродами, чтобы собаку. И вот человек смотрит, где-нибудь приходится на работе, и смотрит собаку, и сразу пошел. А сработала на мой взгляд, сегментация не успела, что на самом деле собака не бывает. Он видит по видео, что приоценит перекрестие, место, реализации. Мы запишем в наш бизнес-план эту идею. Так далеко не думали. А скажите, пожалуйста, как точки геофенсинга попадают в вошение? Координаты хранятся на амазоновском сервере. Из мобильного приложения они загружаются туда, и уже через сервис они автоматически попадают к нам. Да, понятно. А так они в облако попадают. В облако? Откуда, точнее? С мобильного приложения либо с веб-энтерфейсом. То есть хозяин берет телефон, ходит по точкам? Нет. Ему достаточно просто GPS-карк открыть Google Maps и там наставить точек. Вокруг своего дома, например. Понятно. То есть это получится, скажем так, до зоны, да? А если я хочу несколько? До 20 зон. А, до 10 зон можно. Спасибо. Мой вопрос, возможно, будет продолжением вопроса. Товарищи, коль уж у вас хозяин может смотреть видео реал-тайм и имеет связь с собакой, нельзя реализовать, скажем так, дистанционное управление этой собакой, причем передача хозяином команд голосовых. Мы подумаем над разработкой нейронного интерфейса к собаке. Но придется ее брить. Здравствуйте. Меня зовут Павел. Я бы хотел вас поблагодарить за интересный доклад. У меня вопрос такой технический. Не могли бы вы подробнее рассказать о том, какой микроконтроллер вы использовали? Ну, если это возможно, это технические характеристики. Вермира, может быть, в системе команд центрального процессора, в портах кода-вывода. Ну, в двух словах. И второй вопрос по поводу дистрибутива Linux, который вы использовали. То есть, брали ли вы какой-нибудь готовый или, может быть, собирали сами и выбрасывая все ненужно? Ну, так, спасибо. Я могу сказать сам уверенно про ошельник, менее уверенно про камеру, потому что я не Linux-разработчик. Я знаю, что мы используем Embedded Linux на камере и сначала мы отглаживали все программы и так далее. Мы их на PC делали, потом уже переносили на Embedded платформу, когда у нас железо появилось. По поводу шейника, процессор у нас STM32L4, низкопотребляющая версия, ARM-овский процессор, 512 кбайт флеша, 128 кбайт АЗУ. АЗУ у нас сейчас остается еще порядка, наверное, 40 кбайт, который мы можем использовать, что, в принципе, неплохо, учитывая проблемы, с которыми мы столкнулись с Амазоном IoT. И по флешу программа у нас сейчас меньше 150 кбайт также занимает. По поводу остальных вопросов какого-то общения, вывода, вы задавали, я плохо расслышал. Мы используем практически все ножки на этом процессоре, потому что много чего на нем висит. У нас на E2C висит, 4 устройства, на S5, там 3 устройства висит. Но такой он довольно нагруженный, потому что там NFC есть, GBS, GSM. Да, по поводу SDK-опильщик, процессора, например, если GSM-подем мы используем Quartel-овский, у него стандартная команда GSM-команды, есть стандартный формат GSM-команд, естественно, но по поводу установки соединения, он обеспечивает нам безопасность соединения, потому что в него нужно загружать сертификаты безопасности, которые Amazon выписывает, и все хранит там, и буквально мы передаем только серые данные, какие хотим передать для Amazon. Это, кстати, сильно помогает, потому что, если бы мы еще TLS у себя реализовывали на процессоре, я думаю, что было бы тяжеловато. здравствуйте, меня зовут Игорь, и у меня главный вопрос. Вот в продолжении темы по сохранению заряда молодой человек в задавок, не думали бы о каком-либо механизме близком к тому, что используется в механических часах, в которых есть функция автоподзавода, то есть человек ходит, рука маятник, и там, соответственно, идут какие-то процессы обратного накопления. Нет, я думаю, что мы пока не думали, что мы делаем. Спасибо. Вопрос. А где это разместили батарейку, очень интересная? Какая за емкость, чтобы столько водивей запитать? Где батарейка? Батарейка находится внутри ошейника. Прямо внутри ошейника. Я не знаю, картинку, если вы видели, то у нас получается плата не единая, она разделена на 4 части, и также примерно в сторонке находится батарейка. Я не видел конечного устройства, потому что мы работаем только с прототипом. Батарейка стандартная, на 900 мА используется. А какое будет конечное устройство, я, если честно, не видел. Извините. Спасибо, друзья, за вопросы. Времени у вас, к сожалению, уже не осталось. Можете их задать на стенде. Я совершенно забыл сказать, что мы разыгрываем умный доклад, разыгрываем умное устройство. Ну и вместе с ним подарок, хостинг тоже кто-то получит. поэтому педугаю спикером выброс счастливчиков. Мне очень понравилась идея по поводу ошейников на разработчиков и по поводу рейтер-шока. Тогда авторы вопросов спускайтесь к нам. Спасибо. Спасибо. Как хорошо, что подарки подошли нашим победителям. спасибо большое за большое количество, не большое, за хорошее и интересные вопросы. Поэтому мы, опять же, давайте поблагодарим наших спикеров аплодисментами и вручим и заслужены благодарности за участие в конференции. Спасибо большое, друзья. Спасибо всем. Спасибо.